В этом году, кажется, от обилия снега пострадали все здания. Не пощадила зима и летние оздоровительные лагеря, где сейчас полным ходом идет подготовка к сезону. В Ласточке восстанавливают крышу эстрады, а также кровлю душевой. В столовой тоже работы предстоит много. Здесь собираются привести в порядок потолок и стены. Пока в пищеблоке идут ремонтные работы. В некоторых домиках тоже проводится текущий ремонт. Проводятся работы какие-то частичные, практически чуть ли не в каждом домике. Что-то дело обновляется, то есть где-то мебель обновляем, ставим новую, которую приобрели заранее. Где-то окна ремонтируем, где-то что-то, соответственно, все. Так после зимы, в принципе, все сохранилось. Проводятся работы и по обеспечению противопожарной безопасности. Вокруг территории в лесополосе была убрана поросль, чтобы в случае возникновения природного очага возгорания огонь не перекинулся на лагерь. На территории «Ласточки» имеется 8 пожарных кранов, из которых можно делать водозабор. Кроме этого, имеются три емкости и два пирса для забора воды из речки. Уже сейчас начались проверки пожарной инспекции. Мы сейчас будем смотреть, как зиму пережила система противопожарной автоматики, то есть подключение ее в летний период. Система оповещения людей о пожаре. Будем сейчас смотреть наружное противопожарное водоснабжение, как оно здесь заполнено, или водоснабжение, как пирс. Сейчас посмотрим, сколько воды там. Ну, соответственно, обеспечение первичными средствами пожаротушения. Мы проверим работоспособность мотопомпы, имеющиеся здесь. Проверим состояние домиков, прежде всего, на соответствие пути эвакуации, то есть чтобы пути эвакуации были в работоспособном состоянии, не были забиты, закрыты, заделаны. То есть мы не один раз здесь, то есть будем периодически еще посещать. Сейчас вот, если выявим какие-нибудь недостатки, будем следить за их устранением. Будет обеспечена и безопасность детей. Сейчас в лагере работают 18 камер наружного наблюдения. Планируется закупить еще две. Заключен уже договор по поводу кропки тревожной сигнализации и по поводу охраны ЧОП-ВИТИС. Соответственно, те структуры, которые рекомендованы Министерством социального развития для охраны детей, потому что они прошли определенные отборы, там есть у них седьмой уровень допуска антитеррора и прочее. Поэтому эти структуры имеют право работать, охранять детей. Маловодный паводок в этом году позволил начать подготовку пляжей раньше обычного. Уже в ближайшие дни будет проведено обследование дна и к началу первой смены берег будет полностью подготовлен. При наступлении погодных условий и температурный режим воды, как будет разрешено медициной, так мы, я думаю, пляж откроемся. С пляжем у нас никогда не было проблем, поэтому пляж задействован всегда. Дети купаются в полном объеме. Особые опасения вызывают насекомые и мыши, борьбу с которыми в лагере активно ведут. Уже сейчас территория обработана от клещей, проверено на наличие грызунов. Их, кстати, в этом году не обнаружили. Скоро начнут уничтожение комаров, которых сейчас в лагере достаточно много. Соответственно, мы выкашиваем траву и до 1 июня, до 31 у нас приемка лагеря, я думаю, что мы все обработаем. И потом, впоследствии того появления кровососудочных насекомых, мы опять обрабатываем. Но это уже промежутки между сменами или как-то выходим с этого положения. В салюте, так же, как и в ласточке, проводятся все необходимые мероприятия по подготовке территорий и домиков к приему детей. И хотя салют меньше по размерам и дальше от города, многие балаковские школьники планируют проводить лето здесь, на берегу Иргиза. В этом году мы планируем оздоровить около 1140 детей в двух лагерях. Ведется сейчас работа по подготовке к оздоровительной кампании. В этом году выделено более 30,5 миллионов рублей. Это гораздо больше, чем в прошлом году. В прошлом году было выделено 29 миллионов. Безусловно, большая часть из этих средств пойдет на компенсацию, на частичную компенсацию путевок. И часть средств на укрепление материально-технической базы, на организацию работы лагерей, на заключение договоров по перевозке, по медицинскому обслуживанию и так далее. Стоимость путевок как в Салют, так и в Ласточку – 16 905 рублей. Однако полную стоимость оплачивают только иногородние отдыхающие. Все школьники Балаковского района платят 50% от этой суммы. Детям государственных служащих путевки достаются за 20% от стоимости, а муниципальные работники оплачивают всего 10%. Сейчас еще можно приобрести путевки на первую и третью смены. На самую популярную вторую уже мест нет.